Где в этом году провели новогодние праздники российские туристы? По данным экспертов, почти треть россиян, раньше предпочитавших проводить новогодние канекулы за рубежом, в этом году остались в родной стране. Эксперты туриндустрии определили самые популярные направления 2016 года. Москва, Санкт-Петербург и Сочи возглавили этот список. Какие еще города стали самыми популярными, выяснила наш корреспондент Любовь Пермякова. В топ-10 городов России по числу турпоездок у наших соотечественников, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, вошли Казань, Великий Новгород, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Псков и Кострома. В целом число поездок по России на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло в 2,5 раза. Многие наши земляки тоже предпочли размеренному домашнему отдыху культурно-познавательный. Если говорить о российских направлениях, то люди постарались приобрести какие-то экскурсионные туры по нашей стране. Это, естественно, Золотое кольцо, Карелия и направления подобного рода. Российские города, они, естественно, пользуются большой популярностью у людей, но в связи с тем, что сейчас у нас зимник был открыт еще в конце года, то основная часть людей, конечно, поехала без туристических путевок, а самостоятельно на своих машинах. Я думаю, что это можно было видеть на зимнике на нашем. Кстати, несколько десятков окружных путешественников и другие российские туристы для встречи Нового года отправились на черноморский курорт Сочи. По своей популярности Сочи обошел такие европейские столицы, как Прага, Вена и Будапешт. Более того, Сочи также возглавил топ-5 городов Российской Федерации, гостиницы, в которых на Новый год чаще всего бронировали отечественные отдыхающие. Интерес к отдыху в Сочи усилился после проведения Олимпиады. Уникальный горный климат, новые гостиницы и построенные горнолыжные трассы. Некоторые российские туристы горнолыжным путешествием предпочли увлекательное путешествие по трупам сказок и посетили вотчину Деда Мороза, расположенную в Сосновом Бару неподалеку от Великого Устюга. 36 048 человек в первое и третьятое число – это больше на 3000, чем в прошлом году. Да, у нас все интересно, особенно тем, кто впервые, но даже те, кто приезжает уже не первый год, им тоже интересно, потому что у нас появляются новые объекты, доказываем новые программы, доказываем театрализованные представления. В доме Деда Мороза интерьеры меняются в некоторых комнатах, по этому. Если 5 миллионов россиян, которые раньше ездили отдыхать на курорты Турции и Египта, соберутся путешествовать по России, подсчитали в Министерстве культуры, то общий приток средств в туристическую отрасль и в экономику страны даст разовое увеличение ВВП на 700 миллиардов рублей. Эти средства пригодились бы регионам, чтобы продолжать модернизацию туристической инфраструктуры. Потребности регионов во вложениях в туризм оцениваются в 35 миллиардов. Продолжение следует...